Присаживайтесь, будем продолжать, будем продолжать. Очень интересно, здесь каждое название. Лавочка, место силы, костюм, дудочка, лес, кармин, лучей. Очищение, огнём, ветер, встреча, солнце у нас интересует. Страница 65. Послушайте, небольшой отрывок я вам прочитаю на одну страницу. Просто, чтобы вы имели представление. Это не тот Святозар, который Аура Мира, который брат мои песни поёт, да, замечательный? Барб всей Арусии, великий право. Это другой человек, который не менее значимый вклад сделал в развитие славянского мира и родной веры. Также зовут его Святозар, но как настоящий дядский. Понятное дело, это его именно речённое, это самое, прозвище, да, Алёшкины сказки. Так он это написал. И моя дочка была в восторге. Четыре года мы первый раз прочитали этот фильм, в пять лет ещё раз. Я так, например, читаю и думаю, я вообще не не читаю. Дудочка, что можно сказать, костёр, искра. По-русски, как это сделать понятно, что всё это живое? Ну, просто нет слова. Как почувствуйте сами. Дед уже снял сапоги и теперь стоял босиком в покрытой утренней росой траве. Утром уже было немного прохладно, но казалось, что сейчас это его совершенно не волновало. Он поднял руки, сложил их на месте, которое теперь называют солнечное сплетение, и кое-каке в народе до сих пор постоит и кличет ярло, и начал о чём-то тихонько разговаривать с самим солнцем. Алёша стоял немного в стороне и не слышал, что именно старый говорил, но по интонации было ясно, что дед очень рад тому, что сейчас находится здесь. Казалось, он приветствовал и благодарил, ядрило солнышко, и на лице его сейчас сияла беззаботная улыбка. Закончив говорить, дед оторвал руки от груди и поднял их навстречу солнцу, как по команде где-то закукаретал петух. Алёша отчего-то вдруг сладко земнул, руки будто сами потянулись к груди, а затем вверх тело распрямилось и вывнулось, подставляя грудь солнцу. Вернее, это потянулось его душа, словно хотело впитать первые лучики, само сердце, словно хотело дотянуться до солнца. В душе Алёши сейчас не было какого-то трепета. Мальчик скорее назвал бы это умиротворением. Были будто он был у мира творения. Он ещё раз сладко земнул и протёр глаза, почему-то выступивших слёз, а когда он открыл их, то его взгляду предстала удивительная картина. Солнце уже оторвалось от горизонта, и теперь на водной глади океана перед мальчиком расстелалась острепительно яркая дорога, уходящая оттуда, как горизонт. Поначалу он было зажмутился, но потом открыл опять глаза и постарался немного расслабить их, дав привыкнуть к яркому свету. Алёша смотрел, будто сквозь дорогу, и ему показалось, что в какое-то мгновение она стала намного шире, чем была только что. Теперь, расширяясь клином, она уходила вдаль. Рядь на море делала её похожей на дорогу, вымощенную, жёлтым кирпичом. Но удивительным было совсем не это, а направление, куда дела эта дорога. Впереди стоял яркий, солнечный город, дорога вела прямо к нему. Солнечный город был невероятных размеров. На самом верху его башни сияло солнце, и чем выше поднималось солнце, тем больше казался город. Он рос прямо на глазах, уходя в небеса. Алёша не мог поверить своим глазам. Наверное, именно так и должен был выглядеть город богов. Он был настолько ослепительным, что люди, вышедшие из мрака, просто не могли его увидеть. Не веря своим собственным глазам, Алёша зажмурился. Дорога опять свернулась в тонкий луч. Мальчика будто приподнял, и, открыв глаза, он был уже в самом городе. Вернее, находился в каком-то огромном светлом зале. Ему показалось, что он уже бывал в этом месте, потому что он знал устройство того места, где находился. Это был центральный зал, и вокруг него располагались 16 огромных помещений. 16 чертогов сворожьего круга, вдруг вспомнил он, в каждом чертоге было по 9 залов. В каждом зале стояло по 9 столов. С двух сторон стояли лавки, на которых сидели мужчины и женщины. По 72 лавки за столом, по 760 мест на каждой лавке. Всего этого он не мог видеть за закрытыми дверями, но он знал. Совершенно определенно, Алёша уже бывал в этом месте. Казалось, что это было его последнее воспоминание перед тем, как он появился в том месте, где он сейчас находится на земле. Это было так странно. Будто он вспомнил что-то давно, но забыл. И то, что знал до своего путешествия. А самое главное, Алёша вспомнил, что этот солнечный город был не единственным. Не правильно, у нас солнце не одно. Сейчас нет много солнца, но свои системы астрологические. Но в нашей традиции это выглядит так. Будем продолжать с вами изучать свою арийскую науку времени, сворожий круг, звездный календарь медической Руси. И до перерыва мы с вами рассмотрели много важных тем, в том числе затронули тему, какие бывают календари. Классификация календаря. Календарь – это инструмент измерения времени, инструмент измерения времени, который опирается на цикличность, который себя включает в праздники, а с этими праздниками связаны все нормы, обычаи и традиции народа. То есть стоит у народа какого-то отнять календарь, как вы отрываете память. По сути дела нельзя потерять календарь, потому что мы теряем память. Поэтому память русского народа потеряна. 7 527-ое лето сейчас идет, и мы из этих 7 527 знаем только последние тысячи лет. Ну, полторы. А остальные 6 тысяч. А что происходило? А кто такая великая Тархтария, Скифия, Асия, Ариана, Сарматия? Да, то есть, ну, как это говорится, много всего интересного существует. Это наша история и обрезанная наука, потому что у нас украли календарь. То есть не то, что украли, или мы от него отказались, мы вынуждены были отказаться от него, потому что в несколько этапов наша страна была зарплачена. Потом мы не раз освобождались, потом опять нас захватывали. Но дело в том, что вода хамена торчит. Это же не в один день происходит деградация, так же как эволюция не в один день происходит. Мы трудимся, трудимся, трудимся над собой, а потом в определенный момент мы, допустим, понимаем, что мы можем теперь сесть на шпагатах, да, это кто занимается растяжкой. Или мы можем, допустим, сделать какой-то бросок, если мы занимаемся каким-то единоборством, да, или мы можем, наконец, все что угодно, мастерство, оно приходит с опытом, с практикой, да. Поэтому что мы видим, как мировую календарную систему, вот юлианского, григорианского календаря, как она, как зараза, как болезнь, захватывала, поражала собой страны, народы, народы забывали своих древних богов, свое наследие своих предков, и на место забвения приходил юлианский календарь, приходили новые боги, так римский институт права, так римская католическая цепь расширяла свое влияние, так демоны через Ватикан захватывали мир. И мы говорим, что в первый неравномерный юлианский календарь появляется в 46-м году до нашей эры, когда юлицезер берет из Египта наш, южно-арийский, южно-русский, такой же календарь был и в Зарастризме, такой календарь был в Египте, вот его формула под названием полудар, полудар, вот он берет этот календарь, и чтобы люди не сказали, что он с египтян слезал этот календарь, юлицезер берет вот эти 5 дней и раскидывает по месяцам, и делает такую концепцию, делает такую концепцию, 31-30, 31-30, и так далее. Так получается в году 365 дней. Что делает юлицезер? Он месяца делает неравномерные. Это первый раз такое было. До него месяца были равномерные, и люди в конце года добавляли 5 дней. То есть я напомню, когда был золотой век, и Земля вращалась вокруг Солнца за 360 дней, было два основных метода измерения солнечного кольца, солнечного года. Первый метод – 12 месяцев или 12 созвездных зодиака по 30 градусов. Второй метод – это 9 стихий по 40 градусов. Ну, мы можем предположить, что наверняка была еще одна система, еще один календарь, который меряет 360 градусов, как 10 месяцев по 36 дней. Ну, это как... Ну, то есть это предположение. Вот это точно было. Это предположение. Ну, а почему нет? А 36, и, по своей очереди, 4 недели по 9 дней. Хорошо. Ну, мы сейчас говорим, что Ангра, Майли, Чернобог, Люцифер, в том, если наша Солнечная система была покалечена, одна планета была разорвана на куске, на Марсе выгорела жизнь, стала битва за Мигра-Землю. То есть две планеты мы проезжали, осталась последняя Земля. За Землю тоже битва идет, в 91-м началась раньше. Две Луны было разрушено. Сначала Луна Леля, потом Луна Фарта, да, и каждый раз осколки Лун топили целые материки, как говорится в славянских Венах, но это подтверждается и другими источниками, и в индийских Венах описаны катастрофы эти, и в Персидской Овеске, об этом есть информация, что вокруг Земли вращалось, допустим, три Луны. Это не чисто славянская информация, хотя некоторые говорят, что там это придумки, да, а вот они придумки. Если бы это были придумки, это бы легенда о трех Лунах не повторялась бы у других народов, а она повторяется у Персов. Только Персы считали, что до того, как в нашей Земле вращалось три Луны, их было четыре, даже названия остались. Одну Луну мы будем называть Астабидат, другую Луну мы будем называть Визареш, а третья Луна, она называлась Аза. Аза. А четвертая Луна, месяц или Мах, она до сих пор вращается вокруг мира Земли. Поэтому, видите, Персы считали, что раньше было четыре Луны, три было порушено. В славяно-арейских летах описано только три Луны, две порушены, и называются они по-другому, Лени и Фарта. Не можем, они по-другому называют. Ну и что? Мы самую крупную планету называли Земля Перуна, а греки называли Зевса, а именно они называли Земля Юпитера, а персты, допустим, Юпитер называли Мухтар. Ко мне Мухтар. Мухтар – это Юпитер, это бог в персидском пантеоне, который соответствует Земле Перуна. То есть Перун является Муштаром, Мухтаром. Поэтому только лишь сравнивая различные версии арийской астрологии, мы можем вычислить зерно правды, это касается легенды о Лунах. Возвращаемся к мемьянскому календарю. Итак, в 46-м году, до нашей кэры, Юлицезе делает календарную реформу, и месяца становится не равновесным. То есть, даже когда в году стало 365 дней, вот я здесь напишу, то есть, понятное дело, 360 градусов не равно 365 дней. Кстати, с этим конфликтом сталкиваются все дети в школе, вспомните, 4-й класс, мы впервые проходим тригонометрию, и нам говорят, в круге 360 градусов. И мы смотрим на часы, которые вроде берут время, и понимаем, что циферблаты 360 градусов. Но в году-то не 360 дней, а 365, сразу, в голове, не спековка. Левая с правым полушарием, разор, тут 360, а тут 365. И казалось бы, ну, почему, почему не 360 дней? Когда-то было 360 дней, ну, с тех самых пор, сейчас 365. Как наши предки проблему вот неровного хода решали, месяца не дрогили, не рвали, все они оставались по 30, все они оставались по 40 дней, стали добавлять в конце года. 1-2, стало 5 дней. Вот эта формула Каладара, вот эта формула изначального Калидыда, 5 дней в конце года стали. И Юлицезер первый, кто берет эти 5 дней, кстати, они считались несчастливыми в любой традиции. Эти 5 дней, это и есть плод вторжения Люцифера в нашу Солнечную систему. Поэтому эти 5 дней обычно вставлялись как последние дни перед началом года. Если год начинался в день весеннего равноденства 21 марта, то начиная с 16 марта начинались вот эти несчастливые дни. Они называются днями плача, они называются днями поста, они называются несчастливыми сатанинскими днями в разных традициях по-разному. Такие же 5 дней несчастливые в майянских календарях ваек называются, такие же у песов, у индусов. Юлицезер первый, кто берет вот это вот несовершенство, дьявольские вот эти 5 дней, которые выбиваются из ритма красиво и раскидывают месяца, становятся негармоничными. Позже это коснулось не только григорианского календаря, понимаете, вот этот кавадар, он превратился в григорианный григорианский календарь, да, где месяцев 12, 12, но продолжительность месяца, она плавает от 28 до 31 дня, что ни в какие ворота не везет. Нету ни в другом календаря, чтобы было 4 разных вида месяца. Поэтому мы говорим, прошло, допустим, 3 месяца, это каких месяцев? По 31 или по 28 дней, понимаете? Февраль тут, конечно, как бы, тему портит, но и в целом, и без февраля григорианский календарь, вирус, скорее, очень полезная программа. Любой календарь это программа, но программа бывает бесполезная, даже вредная, когда она называется вирус, поэтому я не могу характеризовать григорианский календарь вообще как программу, как инструмент, это вирус, который делает из людей, умственными полноценными, извините, но я не себя считаю пораженным григорианским календарем, потому что думать о сегодняшнем дне без ссылки на григорианский календарь несложно. Даже хоть калябе, да, взять персидский календарь, это можно по градусам следить за солнцем, но нам нужен какой-то понятный инструмент и ничего вот такого глобального и на самом деле несложного, ну, только негармоничного, и, к сожалению, причем григорианский календарь, но мы вынуждены им пользоваться, но так было не всегда. Мы не так давно пользуемся северянским календарем, а каким пользовались до этого? Два варианта. Первый вариант Голодар совершенный, он же герсидский календарь, про него еще чуть поговорим. Вот этот календарь, где были ровные месяца 9 по 40, превратился в календарь такой, стало тоже 40-41, 40-41, да, то есть в одном сороковнике будет 41 день, другой 40, и там, где 41, мы с вами будем называть полные сороковники, а там, где 40, будем называть неполные сороковники. Так деградировал календарь, так он превратился в совершенное 9 по 40, он, понимаете, в году было ровно 49-дневных недель, или 30, 12-дневных недель, ну, или 12 на 30, переменные множественные произведения не меняются. Хорошо, это то, что касается совершенства, и то, что касается реальности. Совершенство это 360, реальность это 360, еще и четвертью, включающую еще и проблему высокоснового дня. Хорошо. Итак, Юлий Цеслик проводит реформу календаря, календарь становится юлианским. Этот календарь принимает Римская империя и все государства, которые подчиняются Римской империи. На то время Римская империя одна из самых влиятельных политических структур мира, и не потому, что там сидят Цезарь, а потому, что в этом же Риме чуть позже будет находиться Ватикан. Смотрите, Юлий Цезарь делает реформу, и Христос не родился. Никакого Ватикана пока нет. Позже проходит еще одна реформа, Рим делает вторую реформу календаря. Он ее делает через 1600 лет. Поэтому тут надо запомнить только две даты. Вторая дата 1582 год нашей эры. Реформу проводит Цезаря уже нету. Их мандалы, Скифы, вообще с севера Арии пришли, и габосеков Рима на Шеополе сказали, ну что вы мерзавцы делаете-то? Все территориальные законы божественные. Ну-ка, давайте это самое. На место поставили, да, но и Римская империя переформатировалась, но к тому времени уже правят Римом не Цезарей, правят Римом Римские Папы, а место Римской империи занимает Католическая церковь и становится гораздо, гораздо более влиятельнее, чем Римская империя. Римская империя, что до Индии только, и Европу, а Католическая церковь захватывает весь мир. Южная Римка, Католическая? Что, нет, что ли? Вся Южная Америка сейчас Католическая. Где Христос и где Южная Америка, вы же понимаете? И при том, ладно, если бы они предлагали веру, промилосуете, вымерите, как они навязывают веру? Огнем? Ничего, конхистадоры. То есть идут террористы, вырубают шахиды, взрывают, насилуют, вешают, там это самое, а дальше идут священники и говорят, это вам за то, что вы были язычниками поганными, жили лесу, молились какому-то перуну колесу, вот теперь приходит европейское сообщество, да, только лесу в сынах перепишите, и все нормально, и верьте Богу, и несите свои денежки сюда, да, короче, дай начинает собирать католическая церковь, поэтому здесь запишем Григорий 13, это папа, который провел эту реформу, все, друзья, больше у меня для вас данные, с 1582 года календарь не меняется, мы живем по средневековому календарю, а какой средневековый календарь, если бы была разница между ювелирианским и ювелирианским календарем, но этой разницы нет, давайте я вам скажу, в чем разница между ювелирианским и ювелирианским календарем, кстати, эти календари в нашей стране называются старый стиль, ювелирианский, по ювелирианскому календарю, допустим, до сих пор живет Агбиция, русская православная церковь, которая, они живут по ювелирианскому как-то по старому стилю, а по новому стилю живет Ватикан, Поэтому, верите, две ветви христианства, восточные христиане, мы и западные христиане, западные, по разным календарям отмечают Рождество Христово, вы же знаете. Так и не только Рождество, облизание Господне, которое когда отмечают? 1 января, это называется у нас Новый год, и мы все празднуем 1 января, и как бы, которые не знают, что они празднуют, они празднуют облизание Господне. А мы-то почему это празднуем, как Новый год? Что 1 января в космосе происходит, чтобы праздновать Новый год? Я вам скажу, вообще ничего. 1 января никакой не Новый год, это обрезание Господне, вот что мы празднуем. Новый год, а год это Бог по-западному, обрезанный, обновленный Бог. Был Бог с такой бородой, побрился, стал более свежий Бог. Вот что мы празднуем, только не волосы обрезали, а песю на кусок. Извините, но это как бы не то мы празднуем, не на том акцент делаем, да, то есть сбито на стройке. Жили, смотрели своим богам, и тут внезапно начинают 1 января отвечать на Новый год. Это обидно, да, то есть что мы на что поменяли, причем здесь как бы мы, ну ладно, он там в Иудее ходил, учил, он же сюда не пришел. Но даже когда мы это приняли, мы это приняли, почему? Потому что само учение Христа, это светлое, космическое, юридическое учение. Христос не был христианином, это нужно понимать, христианства еще не было. Христианство становится официальной религией Римской империи, сюда по-середке напишу. В 325 году, новой эры, император Константин делает христианство официальной религией в Римской империи. До 4 века в Риме, вот еще принял Цезарь, у меня было никакого христианства. А что там было? В кого верили из них Христа? Я вам скажу, бог такой у них был, у Рима, по имени Митра, Митраизм. А Митра, я вам хочу сказать, это зороастризм, это персидская религия, аристизм, а Реска, это священная книга. Поэтому, видите, даже 2-3 вековый языческий Рим, он был ведическим, на самом деле. Ну, в какой-то мере, конечно, не Индия, но что-то ведическое еще оставалось. После этих реформ ничего не остается, остается только каша в голове у христиан, ну и у всего мира. Потому что христиан в мире 2 миллиарда, вы понимаете, я их фильм даже не осмотрю. 2 миллиарда христиан, буддистов меньше миллиарда, мусульманов, больше миллиарда мусульман, поэтому на втором месте мусульмане идут, потом идет буддизм, идет индуизм, иудаизм, зороастризм, там еще какие-то языческие веры, ну и в том числе православие именно как родноверие. Потому что православие, это не имеет отношения к христианству, это более древняя традиция, и это родная вера, это как раз ведический славянский календарь, так скажем, да? Хорошо, поэтому мы видим основные вехи, как на западе менялся календарь. Разница между юлянским и греклянским, как вам сказать. Значит, слушайте, разница такая. Каждые 4 года в юлянском календаре добавляется дополнительный день, вставляется к февралю. То есть идет так, 365, 365, 365, раз в 4 года – 366. И так всегда, 3 года простых, 4-й год – високосный. 3 простых, в 4-м году – 366, високосный. Представляется, 20 лет февраля. Это на самом деле не совсем точно. И юлянский календарь давал ошибки в одни сутки за 160 лет. На одни сутки ошибался календарь. Поэтому в 1582 году календарь юлянский от космических ритмов отстал, в общем, на 10 дней. И что делает Папа Алинский, Григорий XIII? Он за 5 октября, я сейчас даты попутать, но нам сейчас это не важно. Главное, что это был в 1582 году. Но, по-моему, это было 5 октября. Они ложатся спать, время все. А просыпаются не 6 октября, а 16. То есть вставили 10 дней, чтобы догнать равнодействие, чтобы с космоса в календарь его убегал. Потому что если бы Ватикан не сделал это, то их Пасха и все праздники смещались бы, и скоро бы Рождество они отмечали не зимой, а, понимаете, в другое время года. Все сместилось бы. По календарю была бы зима, а реально было бы лето, допустим. То есть такая могла быть ерунда. И они для того, чтобы это с календарями периодически надо делать, поправлять. Ну, это нормальная тема. Мы же иногда дом подметаем, но не каждый день. Но смотрим, что надо добраться. То же самое с календарем. Видно, что отстал от реальности, уже как бы мусорит сознание, то есть уже не соответствует реальности. Уже весна не весна, вы понимаете, да? И тогда делается реформа. Вот, значит, Ватикан. Ну, а в чем была реформа? Они начало года не изменили? Нет, осталось собрезание. Может, они месяца выровняли в феврале? Нет. А что они сделали? Они уточнили формулу лесокосного дня всего лишь. Если в юридическом календаре раз в 4 года вставлялся лесокосный день, то что в григорианском календаре? Тоже раз в 4 года, кроме годов столетий. В года столетий не вставляется лесокосный день. Кроме тех годов, которые делятся без заставки на 400. То есть в юридическом календаре, допустим, 1700-й год, 1800-й, 1900-й, 2000-й, 2100-й, 2200-й. Это будет лесокосный день, который нам представляет 25 февраля. А в григорианском календаре, знаете как? 1700-й в юридическом високосный, а в григорианском он не вставляется. Он как бы лесокосный, но пропускает, не вставляет. В года столетий не вставляется 25 февраля. 1700-й. 1800-й не вставляется, а здесь вставят. 1900-й не вставляется, а вот в 2000-м вставили, он был недавно 2000-й год, он был високосный, а вот 2100-й не будет. 2200-й нет, 2300-й нет, а в 2400-й снова вставят. Видите, чуть более точная формула. Если Юрианский календарь давал ошибку в сутки за 160 лет, то Юрианский календарь дает ошибку в одни сутки за 3300 лет. Хорошая точность. По поводу точности могу сказать, браво, это хорошая точность, сутки за 3400 лет. Наш календарь не менее точный, поверьте. Каляды, дар, гологорд, наши календари не менее. Я скажу больше, точность календаря в данном случае вот такая механистическая, чтобы точно поверить тропический год. Это не самое главное в календаре. Самое главное в календаре это праздники. Это приметы народные. Это каждому дню, какому-то христиану, какому-то святому, живя по христианскому календарю, ты повторяешь. Жизнь Спасителя, а у него Рождества. Зачем вот Благовещение? Когда Марии, девственница, ангел пришел и сказал, что она Спасителя родил. Еще до рождения Христа при Люде, затем он рождается. Он взрослеет, он проходит испытания. Обратите внимание, он 40 дней без пыли ходит. Почему? Она не 30, не 7 дней, а 40 дней. То есть сможет 40 дней без воды попускай не ходить. Поэтому реально учитель с большим рукой. Поэтому я разделяю Ватикан и Христа, потому что это разные вещи. Христос это Солнце, Христос это Спаситель. Аналог Христа в русской традиции это даже Бог. Причем аналог вплоть до мельчайших подробностей, до распятия. Христа распяли три дня, висел потом воскрес, даже с Бога тоже распяли. Три дня он висел, только не на кресте, а на скалах кавказских. И потом его спасла. Ну не Мария, а Абдулджин Дедович. Собственно вокруг них все и строится. Вот он царь, вот она царица. Дева Джива. Джива его спасла, лебедью обернувшись. И вокруг мистерии царицы Дживы. И царя Солнца дашь Бога. Это Христос и Мария Магдалина. Аналог. Поэтому когда с Запада, или так скажем, с Ватикана пришла вот эта вот Библия, пришел именно Новый Завет. То есть Библия там, Ветхий Завет Анатора называется, Священная Книга Иудеев. Средний Завет называется Новый Завет, Священная Книга Иудеев. Последний Завет есть еще, мало кто знает. Ветхий Завет Анатора, Новый Завет это Евангелие. А последний Завет называется Карам. Карам. Мусульмане в той же аврамической традиции. Поэтому смотрите, большинство людей мира верят в Урама, Исаака, Иакова, в том числе Христа и в том числе Мухаммеда. Только смотрите, мусульмане верят во всю преемственность. Они верят в Мухаммеда, как в вашего брата Христос, как старший брат, и Авраам, как патриарх. Христиане, мусульман, они это самое, не приветствуют. Мухаммеда они не признают. Хотя Мухаммед молился Иисус Христос, вы понимаете, это глупо не признавать, если Мухаммеда, но это, как говорится, ладно. Поэтому христиане что, они отбрасывают в Последний Завет Карам и берут деньги по сумме процентов. В Каране это запрещено. Зачем Бог Аллах передал Карам? Потому что там главная суть. Какие поправки к Торе и Евангелию надо, чтобы в беду зная человечество не попало? Ведь попало в беду человечество именно потому, что не приняло Карам. В Коране связано. Скульпный процент это значит сатана. Все, если кто-то хочет взять у вас обратно денег больше, чем взял, долг дал, да? То есть 100 рублей дал, значит 100 рублей его вернуть надо. А если ты дал 100 рублей, я говорю, через год с процентами вернешь, 110. Все, вот тут уже сатана зарылся. Такого человека уже надо получить. За что? За жадность. Потому что оттуда инфляция, оттуда бедрит и это самое. Вот. Что делают христиане? Не признают Мухаммеда, но признают Тора. Самые хитрые здесь иудеи. Они не признают ни Мухаммеда, ни Христа. Они верят только до Ветхий Завет, короче, Тора. Понимаете? Поэтому полностью аврамическую религию практикуют, принимают и реально являются проводниками воли Иеговы или Аллаха. Там у них разные же традиции по-разному, да? То есть в Ветхом Завете и Иегова, в Последнем Завете это более точно Аллах. Они принимают всю традицию. Христиане не принимают всю традицию, а люди вообще сидят и радуются, стравливая между столбами постоянно христиан и мусульман. Даже сейчас в Аль-Утубе и христиане, и мусульмане. Эти ребята только радуются, потому что они, как говорится, связаны с этим, и они знают как бы основу всего этого. Это вы расплатили то, что связано с аврамическими религиями. Аврамические религии – это большая, большая половина мировой религии. Вторая половина мировой религии поменьше. Потому что сюда 2 миллиарда христиан, сюда почти полтора миллиарда мусульман и иудеев еще, там сколько миллионов, да? То есть половина человечества – аврамические религии, большая. Меньшая половина туда и ведические религии. Вот в эти ведические религии относятся индийский ведизм, то, что мы называем индуизм, это вера в Кришну, кришнанизм, это вера в Вишну, Вайшнавы, это вера в Ширу, Шиваиты и множество других сект, мелких течений, то, что мы называем в общем индуизм. Это примерно миллиард человек. Сюда же в ведические религии идут китайское, конфуцианство, вот это вот их хуанди, там, разная традиция, да? Мне тоже со звездами. Не абрамическая традиция, правда, у них небольшой там слой есть. Калорит желтый, но тем не менее. Сюда же идут зероастризм, амистизм. Сюда же идут, ну так скажем, разные виды верования в древних богов, то, что мы называемые язычества. Сюда же идут родноверия, православные родноверия идут сюда, то есть славянский бедизм, то, что мы называем. Сюда же идут бедизм, надо сказать, конечно же, бедизм. Бедизм самый крутой, бедизм, зароскорист, а потом там родноверие, язычество и более мелкие течения. То, что представляет. Мир пользуется аврамическим календарем, христианским календарем, более того, ватиканским календарем из-за Григория XIII, и римским календарем из-за Юлия Цезаря. Надо сказать, что на следующий год, после того, как Юлий Цезарь делает реформу, в 45-м году до нашей эры, его завалили. Это сделал его с подвижных брут, вы помните, да? Ножом его приткнул, под плащом пронес нож, и покушение, революция, Юлия Цезаря сместил Август Цезаря. Пришел. Что сделал этот Август Цезарь? Он сказал, так, а Юлий Цезарь еще когда был жив, в честь него назвали пятый месяц, да? То есть, во первый год в Риме начинался не 1 января, а 1 марта. 1 марта начинался год. Поэтому март – это первый месяц древнеримского календаря. Смотрите, март – честь марса, кстати. Март – это римское слово. Марс, март. Дальше идет апрель. С римского переводится «вечают бабочки», «цветут цветы». Майя – это богиня весны во многих традициях, в том числе буддистской традиции, богиня майя, славянской традиции. Богиня майя, так звали маму календы, маму календы звали майя. И во многих других традициях, то есть майя является и священное женское божество, и одновременно свет, ипостась весны, то есть тут я ничего могу сказать. Дальше идет юноний, то, что мы сейчас называем июнь. Июнь в честь юноны. Кто родился в июне? Вы родились в честь юноны. Только почему мы этот месяц называем не по-русски, а по-латински юнона? По-русски будет как юнона? Лада. Месяц лады, потому что высшая богиня в пантеоне богов в умрели, она юнона. У греков – гера, у нас это лада. Ну ладно, как говорится, мы получили поражение, мы приняли юлианский календарь. Кстати, в каком году мы приняли юлианский календарь? Давайте вспомним. Юлианский календарь мы приняли поздно, достаточно. Да, в 1700 году один из самых поздних, то есть мы не взялись до последнего. Пока в 1700 году на тронизовались два романа, они еще раньше сели. Папу Петра Алексеевича, значит, Романова звали Алексей Тишайший. Он все в тихую делал, всех травил, очень любил яды. Алексей Тишайший. Он будет крепостной право в нашей стране, детства Петра Первого. А сынок, ну, говорят, приехал один, приехал другой, с родинками в другой щеке, другого роста. Это так, действительно, Петра Первого подменили, судя по всему. Многие исследователи об этом говорят. Настоящий Петр Первый сидел в бастилии, им на голову надели железную маску. Безвестник, как выучает железные маски, настоящий Петр Романов. А к нам приехал какой-то масон, Бог его знает, совершенно плохо говорящий по-русски, но знающий прекрасно морское дело. Причем Петр Первый, когда уехал, он не знал столько о кораблях, и он не имел опыта военного сражения. Вернувшийся, Петр Первый, во-первых, был не похож на того, который уехал. Во-вторых, он постоянно синяшил Петр Ром, постоянно курил трубку, о которой уехал Петр Ром. Он как бы не курил, не пил, а вообще на Руси не было принято пить. Не было принято пить. А после этого 1700 года нам болят западные календарки, подсаживают всех на табак и на синюю, запрещая специальным указом Петр Первый сеять амарант. У нас не было пшеницы. Была пшеница, но другая пшеница была мягкая, называется полба. Мягкий вид пшеницы. То, что сейчас с запада, в общем, оно не то. Даже вот, понятно, мы их называем, злаки, да, это связано с злом, это связано с злом в какой-то мере. Так вот, хлеб на Руси делали без дрожей, конечно же. Дрожи ввели только большевики. И то ввели только после смерти Сталина. Вел Хрущев, так же, как завещал Гитлев. Он говорит, я когда славян завоюю, чтобы из них сделать дебилами, я их буду хлеб из дрожей кормить. Так точно и произошло. Сразу после смерти Сталина начали дрожжевой хлеб делать. Его есть нельзя. Ни в коем случае нельзя покупать дрожжевой хлеб. Только без дрожжевой. Лучше вообще без хлеба, чем дрожжи есть. Но, как говорится, это 1700 год. Запрещается аборант. И вводится до много всего. Бороды рубили, это же вы же понимаете, там не в бороде дело, а в голове. Рубили головы за бороды. А за бороды стояли, потому что бояры, бояре, да, были до 1700 года, были бояре бородатые. А после 1700 года бород не осталось. А все, кто хотел защитить богатство рода, все отправлялись на роде в смерть. То есть вся элита была вырезана. А кто не хотел, упадили ститы, в дальние хоронились. Только что были в новом царе, в сатане, его так при дворе называли. Зая Сатана или Петр Кровавый. И после боя стали дворяне. Обратите внимание, меняется прослойка. Уничтожается старая элита. И насаждается новая, прозападная элита. Которая говорит уже на немецком языке при дворе. Появляются дворяне. Появляется мода на западную одежду. Вместо русских широких шарованов начинают носить лосиные такие узкие, танталоны. Чулки. Мужчины в чулках. Да, и эти самые ботинки с пряжками, скаблутках. В Руси всегда сапоги были кожаные, да. Другой, ушак был, да. Начинают носить, ну, то есть треуголки, парики. Припудривать и стали поливать себя духами. Потому что в это время во Франции, вы знаете, вши зарегали Францию. В Лувре принцессы отливали прямо за портьерой. Нужника не было. На улицу все стекало. Были широкополные шляпы, в моду вошли. После того, как однажды французскому королюк в тюрьма на полу упал. Он проходил. Внешняя была канализация. Прямо на макушке прилетела. Он очень расстроился. И стали ходить в шляпах. Все за королем встали вот эти длинные шляпы. Стали шелк водить. Потому что на шелке в шане могла зацепиться. Она скользила. И они порой. У каждой, значит, дамы были рядом женщины или собачки. Дамы с собачками. Эти собачки были надрессированы в шею выкусывать. То есть, ну, отвратительная дегенерация. Это я по поводу того, куда приводит Григорианский календарь. Франция живет по Григорианскому календарю. Все в заразе. Один король Франции считал Италии. Короче, он умирает просто от того, что он ни разу не вынулся. Он чесался, чесался, расчесался до крови и просто помер от этого. Какой царь грязнули. И этим всему потворствует христианская и католическая цепь, которая запрещает мыться. То есть, ну, клоунный маразм. Да, еще много можно сказать по этому поводу. Лучше посмотрите. Вот наши... Есть такие ресурсы в Ютубе хорошие. Наша тема – это Крамола, Крамола, много других ресурсов. Это на Ютубе. Также, значит, по поводу ресурсов на Ютубе, пока мы, значит, обедали, тоже разговор зашел. Почему же мы в таких некрасивых зданиях? Я не про это шикарное пространство, где мы с вами находимся, да? Я построил это для людей выше двух метров, да? Из дверных проемов и все. То есть тут более высокие люди могут сесть раза в два. Легко. Да? А для нас это вообще, как говорится. Да, здесь мысль хорошо, дышится и все, да? Сколько сидим, мы не проветриваем, чего нам хватает. То есть он неделю дышать этим воздухом. Вот. Поэтому в интернете также есть такой товарищ, он не родноверный, как бы не то, что как бы славянская тема, он просто хорошо знает тему, да? Местор, ну, канал, который построил Ютуб. Далее канал готовят, значит, и из Местора, он посмотрит на про пчел и про архитектуру. Вот этих вот хрущевок, которых хрущев поскалил по всей стране. Как из людей делают скотов через, короче, скотскую архитектуру. Посмотрите, Нестор, это по поводу архитектуры и по поводу пчел. Дальше вам нужен канал, который называется «Айспик». Альтернативная история, сверху, причем на море и Кавказа. Ну, то есть это канал на Ютубе, да? Вот, потом, есть еще канал, называется «Проведа». Проведа. Ну, я не говорю про народное славянское радио. Я не называю фамилии, да? Архитектуру вы знаете, всех деятелей, которых надо знать для того, чтобы в 21 веке не отставать от реальности, потому что в мире быстро идет раскрытие информации по Тартарии и по всем, значит, интересующим нам моментам. Ну, давайте вернемся к календарям. Итак, в 1700 году наш милицезарь, зовут его Петер Хаван, Петер Первый меняет, ставит Ангеликан Грибельянский в календарь. Обратите внимание, он ставит Ангеликанский, она запретила, уже готова версия Ангеликан Грибельянского. Почему? Почему в Петербурге Казанский собор очень похож на храм Петра и Павла в Ватикане? Почему у нас Петропавловская крепость, Петр и Павел? Это Ватиканская тема. Петр и Павел – это главный их собор в Ватикане, тоже Петропавловский, а у нас Петропавловская крепость. Значит ли это, что до того, как Петр I откопал Петропавловскую крепость, Исааки и все основные древние строения ведического Петербурга, во-первых, мы не знаем, как назывался Петербург до Петра, факт, что это Петербург, есть, значит, версия, что его называли Свято-Руссоим, Свято-Руссоим, Петербург, есть версия, что его называли Яроград, не Гусидер, вот так, в Волховой передаче его называли Яроград, это ведический город, да, поэтому никакая кривость не Петропавловская, город иначе назывался, и когда-то, наверное, мы это узнаем, вот для того, чтобы как бы узнать, вот этот I-Speed, прям подписаться надо, я лично знакомый с товарищем, который там, Олег Павловиченко, большое дело, ребята, делаю, большое дело, вместе у нас получится, только главное быть в общем информационном поле, то есть не отставать от исследования Татарии, не могу не сказать, отдельный канал, значит, человека зовут Сергея Игнатьенко, тут все на Татарии рассказывается, какие были деньги Татарии, какая была территория Татарии, Вера Татарии, очень подробно, он берет иностранную литературу средневековую, переводит на русский язык и открывает вот эти древние карты, берет, очень большое дело, ребята проделывают, и много еще можно написать, это основные, там по ссылкам не найдете. Теперь, Григорианский календарь нам ставят ровно через 218 лет. В 1918 году, как только большевики приходят к власти, они тут же меняют календарь на Григорианский. И наш Григорий Тринадцатый, это Владимир Ильич, бланк по кличке партийный, леточка, он меняет, вот он нам меняет календарь, мы сажаемся на Григорианский календарь, все, собственно, мой календарь больше не меняет. Вопрос такой, но какой календарь был до 1700 года? Вот здесь начинаются споры. Кто-то на суворожий круг говорит, а кто-то начинает, как говорится, по-разному, да? Чаще всего звучит то, что Новый год на Руси, до того, как мы стали его праздновать с 1 января, с 1700 года, официально Тетр Керпий заставляет всех праздновать Новый год 1 января, а кто не хочет, он применяет всем санкции. Понятное дело, что города, это как бы, там много разных санкций, да? Ну и потом Пётр Первый, он же еще был, как это называется, любитель мужчин, да? Ну, просто вы тоже должны знать, кто такой был Пётр Первый. Он не только с женщинами, а с мужчинами ему даже больше нравился. Это исторический фактор, сколько мы не думаем, как это так есть. Просто в учебниках по истории мы такие нюансы не проходили, но это очень важные нюансы. Это значит, человек больной был, просто на голову, и он нам календарь поменял. Значит, мы живя по этому Григорианскому календарю, может, такими же гомосеками стать со временем. Так он и делает из людей баранами, но я об этом все время говорю, Григорианский календарь. То есть он как бы совершенно не соответствует действительности, антиприродный календарь. И, наверное, я больше тут сказать ничего не могу. Вот так вот происходит в мире. Теперь, чтобы поменять календарь, это очень большое дело. Это, во-первых, надо с Витеканом договориться или ждать, пока Витекан ослабнет. С ними договориться не получится. Ждать, когда они ослабнут, надо не ждать. Надо себя усиливать, противника ослаблять. Это по-любому. Потому что сейчас мы вот... Уран в Тельце. Знаете, что это значит? Это значит, что через 7 лет у нас два варианта. Либо Россия не станет, либо Америка распадется за 50 штатов. Пророки считают, что второй вариант. И мы с вами тоже должны считать, верить и все свои силы направлять на то, чтобы случился не первый вариант. Потому что первый вариант мы помним. В 1917 году, я просто скажу, вот мы проиграли Первую мировую войну. В самой войне мы потеряли 2 миллиона человек. Поверьте, я изучал только раз. 2 миллиона мы потеряли во время мировой войны. Да, она шла три года, да? В 14-м и в 17-м году мы эту войну выигрывали. Еще бы месяц мы ее выиграли. Потому что русские казаки уже брали Константинополь в феврале 17-го года. Когда у царя выкрали его судьбу, Александру. То есть заложники взяли детей. Ну, что тут поделаешь, если семья заложников, понимаете? Николай II вот как бы ему вывернули руки. Ну, это его не отмазывает. Но, тем не менее, в общем, во Второй мировой войне мы потеряли 2 миллиона. После этого произошло две революции. Сначала февральскую власть масония пришли, керенский конкретно. Потом в октябре снова масония пришли. Просто другого священия. Одни были египетского обряда, но и стали шотландского обряда. И во главе с Лениным, вот, и Троцким. И Сталин просто наподпевал охот. Сталин был внедренный в банк большевиков с молодости спецагент Николая II. Который получил блестящее образование религиозное. Он закончил семинарию. То есть он был священником Сталина. Плюс к ссылке он прошел школу волхвого шамана. Он получил посвящение от высших шаманов Хрустюбилии. Об этом есть книга. Сейчас я не буду. Это же вопрос Сталина я изучал. Это как бы отдельная тема. Можно много говорить по истории Советского Союза. Про Сталина. Вообще история, как моя любимая тема, особенно нашей страны. Потому что я ее всегда плохо знал. И я понимаю, что я ее знал плохо, потому что учили плохо. То есть такие как бы давали акценты неправильные. Допустим взять тех же декабристов. Декабристы это мои датчики. Нельзя из декабристов делать героя. Потому что это западные агенты. Они хотели кстати Конституцию внедрить. Первые, кто поднял голову в голос про Конституцию, были декабристы. Но мы ее не приняли. Мы Конституцию приняли когда? Только в 1906 году. После того, как вдули японцам войну. Россия большая, маленькая Япония не проиграла. Как такое может быть? Легко. Если Японии предлагает Франция, Германия, Англия, Соединенные Штаты. Против нас они. Поэтому что, в японскую войну мы воевали только с японцами? Не будьте наивны. Мы воевали со всем западом. Как всегда. И сейчас. Как всегда. Но они строят для себя джентльмена. Они не любят свои белые перчатки, грузской крови, гойской марат. Они любят это делать чужими руками. И, допустим, руками украются. Классно. Русские любят русских. Так вот, после этого началась Гражданская война, которая двинулась пять лет. С 1917 по 1922 год. А отдельные банды еще лет пять уничтожали воевиков. Итак, за эти пять-шесть лет гражданского войны, знаете, сколько потеряли? 18 миллионов. Смотрите, вот здесь внешний партнер 2, а здесь друг с другом 18. О чем это говорит? О том, что мы очень увлекающиеся люди. Вот если мы валюем, даже друг с другом, то мы люто это делаем. Этого никак нельзя допустить. Майдан на нашей стране нельзя допустить. Самое главное. Но об этом мы говорим для этого референдума. Надо поменять Конституцию и не дать пятой колонии. Пятой колонии превратить нас в это самое, в Гражданскую войну здесь заместить. Хорошо. Поэтому мы видим, что Ленин, как раз реформа Григорианского календаря идет на вот это скрытное время. Когда-то с введением Григорианского календаря, видите, потеряли 18 миллионов. Кстати, когда Петр Первый вводил календарь, мы тоже несколько десятков миллионов потеряли. Скромным подсчетом мы больше 10 миллионов. Петр Первый. То есть у него репрессии были. Он реально Петербург построил, откопом на костях. Много людей это поливало. Ну, чужим коронарем уже напоминает. Так вот, до 1700 года, Новый год на Уси был с первого сентября, а он перенесет с Симеоном Гордым в 1400, нам не важно в каком году, с первого марта. Поэтому на Уси Новый год тоже начинался с первого марта. Но поскольку, понимаете, первое марта, начало весны должно быть не здесь, а вот здесь, в день весеннего равноденствия, то я подозреваю, это как предположение, но оно подтверждается. Да, подтверждается. То есть опровержения я не нашел нигде. И, судя по всему, так и было, что раньше первое марта и был весенний равноденствий. То есть календарь относительно природных циклов сдвинут вот на эти 20 дней. Было, в общем, не так давно. Поэтому на Уси тоже Новый год начинался как бы первого марта. Просто мы Март не называли Март, мы называли его Белояр. Ну, когда приходит западная концепция, уже мы какие-то Белояр, уже как бы христианство, на древних бомбах гранения, а, значит, какой яр, какая лада, какая упала, будет июнь, июль, август. Вот в это и мы и пришли. Итак, Юноний, четвертый месяц. Пятый месяц назывался Квинтирус. Когда Юрий Цезарь меняет календарь, и в пятый месяц он называет чьи себя? Юрий. Июль. Следующий за ним приходит Август Цезарь. Август Цезарь приходит, да? И что делает Август Цезарь? Он, значит, концепция Юлия Цезаря, помните, была такая 31-30. 31-30. Юлия Цезаря в пятый месяц был в 31 день. А следующий месяц, шестой, он назывался Секстиль, стал называться Август. В нем было 30 дней. Почему? Тут в пятый месяц, тут шестой. Пятый месяц, Квинтирус, июль, стал называться Июль. Июль. А этот шестой месяц стал называться Август. Да, это он назывался Секстиль, но у него 30 дней. И Август Цезарь когда сказал, а почему ты у меня 30 дней? Ему сказали, Юлий Цезарь, император для себя, у него 31. Понимаешь, она должна быть синустроена? Вдох, выдох. Хоть как бы время не гармоничное, 365 четверть, но хоть какую-то повторяемость нам надо соблюсти. В общем, нельзя рядом ставить два дня по 31 дню. Но это преступление. В календаре 30-31 поставить два ряда по 31. Ну нельзя, это уже февраль короткий. Он сказал, ну и нет, не касается. Голова скречет, лечет. В общем, делайте мне 31 день. Что они сделали? Отняли последнего месяца. Если год начинался в марте, то последний месяц вы сами понимаете. Вот февраль. Внимают один день и вставляют Августу Цезарю. Поэтому у нас февраль такой короткий. Спасибо Августу Цезарю. Это произошло две тысячи лет назад. И мы до сих пор эту ошибку не можем исправить. Понимаете? К чему это мотивируют? Они говорят, это сложно поменять календарь, это книги переписывать, там еще что-то. Нет. Если сложно помыть пол, и что это значит? В грязи будем жить, да? То есть как бы, что за отмазка такая? Это сколько мы должны? Понимаете? Ну как вот об этом говорил учителем по астрологии, по Майеровски, Хаса Абуэрису? Он говорит, если бы, короче, ну говорят, на нами смеются все. В космосе. Реально, ну просто, они насчитают нас дегенераторами. То есть планета дебилов. Потому что Луна делает 13 витков, мы живем по 12 месяцев, еще и кривые. Он говорит, вы соображаете, что вы делаете? Это как бы детский сад. Ваш календарь, они же плинтуса. Все это видят в космосе, с таким календарем нельзя показаться. Поэтому нам поставлено галактической федерацией, планка определенная. Если мы возьмем эту планку, значит, мы разумные, как дельфины. Если нет, они дельфинов оставляют, и человечество избавляется. Вы знаете, что дельфины календарем? У них во рту календарь. У них, короче, язык, и на верхнем небе у них бороздки такие. Бороздки. И такие, короче, они объединены как бы столбцы. И у них получается, что, в общем, ученые посмотрели, во рту у них календарь отличается от Гребрянского, конечно. У них во рту календарь, во-первых, все месяцы равны, и таких месяцев у них 13, а 28 дней. Мы же говорили об этом солнечном углу галендарь. Это дельфины. У них мозг как у человека. У акулы мозг, у дельфины мозг больше, чем у человека. Он никогда не спит дельфин. У него то правое полушарие спит, то левое. Они у всех имена есть. У всех дельфинов есть свое имя. У них коллективный, у них социализм. Если одному дельфину плохо, все его спасают. Там они на тапу как защищаются. Это целая история. Поэтому то, что пчелы, это просто не старое. Это просто чудо. Я просто не знал об этом, но я посмотрел, и у меня аж волосы шевелиться начали. Я думаю, бог мой, такие божественные существа, пчелы, это я даже не знаю, это не то, что чудо. Это все. Если бы не было пчел, у нас бы здесь не было. Вся жизнь зависит от пчел. Вот с дельфинами тоже можно сказать, что они своими звуками создают под водой величественные города. И мы их не можем видеть. Эти города состоят из стоящих волн, из звуков. Они владеют радиосонниками. Ну и даже слово такое, радиосоника, это что, да, то есть. Все зависит от чистоты несущей. Вот у нас, допустим, нота ля 444 герца. Это недавно стало. Настоящая нота ля должна быть 432 герца, да. То есть наша цивилизация, она ошибается. Мы не попадаем в такт времени, то есть мы в волшебном фальшиве. Вот это прекрасный календарь. Не только брод. Но, смотрите, наши предки жили сто сорок четыре года минимум. Да, староверы оставили предание. Вот отец Александр, который передавал это все, бородатый такой двухметровый калавра, Александр Южкиневич, у него дед жил, сколько он говорил там, 126 лет. Умер, он пришел, пахал землю, пришел домой, лег. Говорит, я постлю, внучок лег и не встал, он был 126 лет. Это дедушка человека, старовера, который это передал, да. Просто пример. Как люди могли жить так долго? Неужели Григорианский календарь сокращает жизнь что-то не вдвое? Ах, как вы думали, да конечно. Если же есть все это ГМО, то вы здоровые не станете, а Григорианский календарь – это ГМО. Информационная просто помойка. Юлий Цезарь. Ну хорошо, давайте славу петь. Августу Цезарю. Вот допустим, поскольку два месяца из 16-й названа в честь Цезаря, то каждый шестой человек на земле родился либо в месяце июля, либо в месяце августа. И мы, живя в году, мы одну шестую года поем славу. Слава Юлию Цезарю. То есть мы не беру ни род небесный не произносим так часто, как Юлий и Август Цезарь. Понимаете? Вот кто нас победил. Юлий Цезарь и Август Цезарь. Мы до сих пор живем. Особенно соболезную тем, кто родился в Юлию или в Августе. Как говорится. И оно еще не так у нас двигалось. Дальше идут за Августом Цезарем. Это идет седьмой месяц. Сентябрь – это седьмой месяц. Окта – восемь. Восьмой месяц. Октава – это же восемь нот. Дорами фасоли си – это гарма. Если берем до следующей октавы – это октава. Отсюда октябрь – восьмой месяц. Ноябрь – это слово ноя – девятый месяц. Десятый месяц – декабрь. Это не последний месяц. А всего лишь десятый. За десятым шел одиннадцатый месяц январь. В честь Януса – там двуникое божество времени, прошлое и будущее. И февраль – в честь обычая гадания на внутренности жертвенного животного. Вскрывали живот, смотрели, как кишки дымятся. На этом гадали, когда будет погода в будущем году, какой курс доллара или как драхмы, какая там у них была валюта. Мы, в общем, гадали. Такой языческий обряд. На кишках жертвенного животного. Отсюда слово «февраль». И вот этим предметом мы пользуемся. Причем, когда в Рим пришло христианство, начало года с первого марта переместилось на 1 января. А название месяцев не поменяли. И сентябрь был седьмой, а стал девятый. Восемой стал десятый. Месяц десятый, декабрь, стал двенадцатый. И вот мы так и живем до сих пор. Вот в этом хаосе. Это космосом точно не назвать. Это хаос. Календарь хаоса. Календарь апокалипсиса. Применять этот календарь – это задача разумного человека. Но это сделаем не мы. Это сделают наши дети. Мы просто не успеем. Мы с вами только сможем основу сделать. Есть такие долговременные проекты, которые в одной жизни не хватят. И нам надо несколько жизней. Либо надо память сохранять, чтобы в следующей жизни родиться, вспоминать, чем ты занимался в этой жизни и продолжать. Кстати, если мы вспомним, у нас реально это может получиться. Для этого, собственно, и есть. Нам астрология и нужна. Нам и нужна космограмма для того, чтобы вспомнить, кем мы были в прошлой жизни. Можно к папке прийти спросить. Можно гадать или как-то это медитировать, чувствовать. Но это точная наука. Это видно в космограмме. В космограмме есть область, которая отвечает за прошлые жизни. И там показано, кем мы были. И будущее прописано. И настоящее. Сколько детей у вас. Вы будете смотреть в космограмму и увидите. И у вас реально столько детей, сколько написано в карте. Значит ли это, что все предопределено? Почти. Процентов на 99 предопределено. Мы нашими поступками предопределяем. Потому что поступки, они тоже наши предопределены. Но есть фактор свободной воли. Где-то примерно один процент мы можем изменить ситуацию. И у каждого человека есть этот один процент и задача стать вершителем своей судьбы. Да? Даже говорят, линии на руке меняются. После того, как человек, допустим, отказывается от синьки. То есть круто поворачивается свою судьбу. Да? Такие примеры есть. Это не просто сделать, но как же это возможно. То есть человек может изменить свою судьбу. Вот. А знать то, что предопределено, полезно. Это исправляет нас от множества проблем. Когда мы видим свои слабые стороны, и в космограмме видны слабые стороны, и сильные стороны. То мы можем, зная свои слабые стороны, не завершать. Да? Если мы видим, что, допустим, у нас зависимость от друзей. То есть мы сами по себе держимся. Но как только друзья, значит, что это в космограмме есть, допустим, пораженный мир будет. Да? Или в доме друзей. Да? Там, допустим, 10 и 11 придем. Да? Дом друзей. Тоже какой-то поражающий фактор. Это значит, друзья будут, ну, как говорится, негативно на нас влиять. Зная это, мы просто надо выбирать себе друзей. Так случилось в моей жизни. Я просто взял и выкинул за эту свою книжку. Я уверен, что у вас так же у кого-то было, когда вы круто меняли свою жизнь, вы прощались со своими прошлыми приятелями, и начинали новую жизнь, потому что они не давали обменяться, допустим. Вот таких вещей много. Почему? Все они есть в космограмме. Поэтому мы с вами начинаем интересную тему. И давайте пойдем дальше. С календарями понятно. Как мы оказались в кармане у Рокфеллера? Извините. Какой календарь был до Петра Первого? Вот давайте рассматривать. Их было несколько. Да? Мы с вами рассмотрели внешние календари, внутренние календарей. Мы сказали про Луну. Теперь давайте рассмотрим календарь Солнечный и Солнечный Луну. Давайте начнем с Солнечно-Лунного карендая, а потом перейдем к Солнечному. Солнечно-Лунный карендая может быть только один. Потому что у нас одно Солнце, одна Луна. То есть сами мы себе, мы Солнце можем разными циклами измерять. Луна, видите, тоже синодически, сидерически, вы говорили, относительно Солнца 29 с половиной. Если относительно звезд, когда Луна возвращается к той же звезде, допустим, в первые градусы, я не знаю, близнецов, через 27 дней, вы поговорили, что к Луне можно по-разному подходить. Луна очень важна, потому что с Луной связана память. Луна управляет памятью. И с Луной связана, в общем, наша душа. Наша душа. Наша чувствительность, наши эмоции. Отношения с Матерью. Отношения к Родине. Показывает Луна. Луна очень важна, потому что Луна – это женщина. Это наша мать и род матери в гороскопе показана Луна. И Солнце – это род отца. И если Луна связана с душой, то Солнце связано с духом. Идет вот такая тема. Мы это будем называть великий триглав астрологии. Великий триглав. Он рисуется как наш триглав. И у нас будет три основные точки в космограмме, на которых мы будем делать, которые будут самыми основными. Потому что планеты, они уже показывают разные сферы жизни. Это понятно. Они раскрывают как бы цветок нашей судьбы. Но столбы, основы, космограммы – это три объекта. Это прежде всего Земля, Луна и Солнце. И там, где Солнце, там запишем дух. Там, где Луна, мы запишем душа. И там, где Земля – крест Луги, символ Земли. Там мы запишем тело. Оказывается, у нас действительно крайнее строение. Есть грубое тело, есть тонкое тело и есть дух бессмертный. Так вот, душа – это наше тонкое тело. И оно смертное. Бессмертный именно дух. В концепции трех бессмертный именно дух. А душа смертная. Ее еще картой можно проиграть. Дьяволом продать. Легко. И эту душу как раз с продажей души и связано принятие идентификационного номера СНИЛСа и чипирование. То есть сейчас, как бы мы в какой ситуации находимся? Сейчас нам надо отказываться будет от СНИЛСа. Потому что он автоматом. Если вы не отказываетесь, то автоматом СНИЛС – это и есть ваш штрих-кон на лбу в концлагере, как вот Гитлер татуировку выбивал. И сейчас это есть, это вот это, в общем, это связано с нашим телом. Что это как бы в астрологии? Это, на самом деле, я нарисовал здесь земля, но более точно, тот тип тела физического, которое у нас есть, определяется такой точкой в астрологии. В общем, называется это асцендент. Это точка вот сюда вот. Вот там, где тело наше. Вот сюда ее надо записать. А вот здесь просто я назначу. АСЦЕНТ Русское слово. Не называйтесь, асцендент. По-русски мы этот асцендент, кстати, обозначаться он будет тремя буквами АССИМ. Ну, латинскими или английскими, как хотите. Асцендент, когда вы видите, это асцендент. Асцендент – это такая же важная точка, как Солнце в вашем гороскопе и Луна. Асцендент можно высчитать только лишь, если вы знаете не просто дату рождения, а точное время рождения. Очень важно. Если вы не знаете точное время рождения, в общем, это надо выяснить. Называется это… Астрологи делают, я не могу делать, мы еще этого не проходили. Называется это рептификация. Это задает астролог вам несколько вопросов, вы говорите примерное время, а он вам задает наводящие вопросы, немножко сдвигает рождение туда-сюда и смотрит, как в домах планеты пошли. И там есть моменты, на которые можно опереться и, в общем, некоторым можно там за несколько минут сказать точное время рождения. С кем там это повозиться, программы, таблицы смотреть. Но, в общем, каждому человеку можно определить точное время. А эта астрологическая услуга называется рептификация. И если у вас в Архангельске есть астролог, который может делать рептификацию, обратитесь к нему, заплатите там эти два рубля, пусть он сделает вам правильное время рождения. Если вы знаете хоть приблизительно, это уже хорошо, но лучше знать 6 минуты. В интернете программы, если ты подставляешь значимые даты своей жизни и все. Есть, я говорю, есть такие моменты, но про программу еще и не слышал, но, наверное, есть. Потому что методы разные, там есть более сложные, а есть и легкие. Легкие программы справятся, а сложные, и там это человеку надо, я говорю, даже может несколько дней на это в сложных случаях уйти. Но, в целом, это несложно. Итак, вот сюда мы ставим вот этот вот асцендент. В русской астрологии мы этот асцендент будем писать, во-первых, мы ее будем называть точка аза, точка аза, и будем так, не асцендент, а вот так, а Земля, азу, ну и в конце гир, аза. Итак, первая точка в космограмме, которая будет характеризовать наше тело, это точка аза или точка асцендента. Теперь физически, что это за точка? Что такое Солнце? Это реально, где колобок Солнца в момент рождения, в каком чертуге, в каком зале или в каком созвездии, в каком градусе. С Луной то же самое. Смотришь телескоп, смотришь какие-то созвездия, и все понятно с точностью до градуса, до минуты, угловой. А вот точка асцендента, что это такое? Это в момент нашего рождения. Днем родится, ночью, вечером, в любое время года, вы больше на те долготе, понятно. Но, когда вы, где мы не родились, на востоке, поднимался какой-то градус, какого-то созвездия. Вот это есть асцендент. Это восточная линия горизонта в момент нашего рождения. Поэтому, если вы точно знаете, вы точно знаете, что в то время рождения, вы сможете асцендент. Если вы знаете, что вы родились только в этот день, там, с пяти вечера до восьми вечера, а мама больше не помнит, и никто вовремя не записал, тот понимает, с пяти до восьми вечера за три часа. За три часа, извините, сколько знаков зодиака? Два-сто лет, полтора знака восходит. Двенадцать знаков зодиака за двадцать четыре часа должны зайти. Что такое сутки? Сутки – это оборот земли вокруг своей оси относительно с газ. То есть за сутки восходит все двенадцать знаков зодиака. Примерно по два часа. Два часа овен восходит, потом телес пошел восходить, там и так далее, да? То есть все двенадцать знаков зодиака, да? Но там они еще другую сторону, но сейчас нам на ней важно, что они не могут утриться. В общем, все двенадцать знаков за сутки восходят, поэтому точное время важно, тогда мы будем знать вот эту точку асцендента. На что влияет этот асцендент? Он влияет на физиономию, он влияет на физическое тело больше всего. То есть вот, допустим, у меня тело вот такое, как вы видите, как бы рука небольшая, кисть, да? Можный, рост небольшой, да? Определенное строение, потому что у меня асцендент тут в депе, а дева – это знак Меркурия. Поэтому Меркурий будет управлять моим телом. Я бегаю хорошо, прыгаю, да? То есть меркурианские сложения тела. Вот, глядя на вас, я уже вижу, да, вот, кто точно не Меркурий, да? То есть по планетам, у кого-то самый асцендент. Это даже, кто специалист, очень хороший профи в астрологии и физиогномика, да? И еще есть по руке, как называется, хиромантия. Это все сходные дисциплины, близкие дисциплины. То есть изучая астрологию, вы обязательно будете изучать пространство фырши, связанное, называется, мастушастые. Вы обязательно будете и хиромантией рисоваться, и физиогномией, и как по речи человека распознать. Знаете, в ведах, как описанные легендарные астрологи древности, заходит к астрологу, к хижине, человек, и первое, что открывается дверь от человека, который пришел за консультацией, падает тень. Вот астролог просто смотрит на тень. Просто смотрит на тень, и все, и строит космограмму. Ему даже дату не нужна. Смотрит, вот, точно, время, дата, просто на тень смотрит. Это вызов пилотаж, понимаете? Ну, мне, как понятное дело, это как бы золотой век. То есть, куда уж нам это самое. Но, тем не менее, возможности такие есть. Два процента мозга можно повысить для трех. Астрология – это и есть та наука, которая раскрывает возможности мозга, возможности сознания. Итак, наше тело связано с позицией восточной линии горизонта. Кстати, от этой точки аза мы будем отсчитывать дома. Будем отсчитывать дома. Астрология опирается на три базовые… Вот это великие три глаза астрологи. Солнце, дух, луна, душа и тело астрологи. А Земля – тело астрологи нет. А сама астрология, она опирается на три составляющих, которые надо выучить. И уже после того, как мы выучим эти три составляющие, мы сможем, комбинируя эти три составляющие, делать предсказания и точно определять прошлое и настоящее будущее. Первая часть астрологии – это планеты. Планеты. Нам надо знать планеты. В отличие от линейра отличаются качественно, положительные линейра, от писательных линейра. То есть все-все планеты. Планеты в западной традиции называются. В русской традиции мы это будем называть зелой. И в индийской традиции мы это будем называть драха. В индийской джиотиш астрологии и в русской астрологии будет разное количество планет. В персидской, в европейской. Поэтому мы чуть позже отдельную таблицу сделаем по планетам. Вторая составляющая астрологии – это знаки. Надо знать знаки зодиака. Знаки зодиака или по-нашему чертоги, последовательность их энергетику. Какой знак зодиака, дом какой планеты, знание какой планеты. То есть он же соединяет планеты и знаки. Потому что знаки, они не сами по себе. Каждый знак – это дом какой-то планеты. И дом, который планеты живет, энергия этого знака похожа на энергетику планеты. Допустим, в первом знаке зодиака в Овне живет планета под названием Марс. Поэтому энергетика знака зодиака Овен, она похожа на энергетику Марса. Если Марс – это бог военной активности, смелости спорта, решительности, храбрости, инициативы. Активности и так далее. Это будет характеризовать также Овна, знак зодиака. То есть у вас Солнце, Марс может быть и не в Овне. Но если у вас Марс, да еще и в Овне, ну считайте, вам повезло. Считайте, скорее всего, у вас будет тянуть военную сферу, у вас погода появится. Это люди, у которых Марс в Овне, это водители. То есть люди с Марсом в Овне будут иметь продвижение по службе. То есть именно из таких людей и рождаются спортсмены-олимпийцы, да? Или высокопоставленные военные, да? Потому что это так, допустим, следующий знак Телец. Здесь живет Венера. Энергия Телца похожа на энергию Венеры. В Венере что, надо достигать что-то быстрее всех? Нет, Венере не надо. В Венере надо комфорт, условия для того, чтобы ее красота не была шрамирована. Шрамы Овные, они все время в голову разбиты. Да? Какие-то ссадины, да? Это Марс, это Овен. У Телца совершенно другое. Не, какие? Чтобы какой-то синяк, ничего этого не надо. Ну, материя, комфорт, красота. И в театр. Это у нас стадион. Это не магний стадион. Это у нас театр. И мне интересно, он никогда не пойдет на стадион Телец. И, соответственно, если у вас Венера в Тельце, у вас сильная Венера. Третий знак Зодиака – близнецы. Это дом Меркурия. Тут живет Меркурий. В Раке живет Луна. В Льве живет Солнце. Таким образом, 12 знаков Зодиака, связанных с планетами определенным образом. Третья составляющая астрологии называется дома. Третья составляющая – домах. Домов обычно столько же, сколько знаков. Но если знаки Зодиака или чертоги, они идут определенной даты в календаре. В данном случае, допустим, знаки Зодиака – 12 – идут от весеннего равноденствия. Вот он пошел. Овен, Телец – 12. 16 чертогов идут от осеннего равноденствия. Вепарь, щука, лебедь и до девы идут 16 чертогов. То дома, они не привязаны к календарю. Они привязаны к асценденту. То есть вот эта вот восточная линия горизонта – точка аза или асцендент. На востоке какая звезда, какой градус возле сходил – там стоит точка асцендента в космограмме. И от этого пошли 12 домов. От точки асцендента – первый дом, второй дом, третий, только они идут не вверх, как бы вниз. Первый дом и дальше под горизонт. Второй, третий, четвертый – это точка полуночи. Пятый, шестой, седьмой у вас сходят. И десятый дом будет ползать. То есть 12 домов. И на нашем первом курсе мы дома вообще сейчас брать не будем, чтобы не было путаницы. Но тема домов наиважнейшая. Опять же, нельзя сказать, что это важнее, чем что-то. Их все надо знать. Но мы с вами вот эти дома пока их трогать не будем. Трогать не будем. Сейчас. Значит, давайте тогда сразу, раз мы этой темы коснулись, сразу раз этой темы коснулись, таблицу нарисуем. Давайте такую таблицу нарисуем. Значит, у нас будет четыре вида астрологии. И три, вот это будет, значит, три главы. Вот здесь три главы будет астрологии. Вот здесь, соответственно, будет, ну как лучше сказать, давайте вот так. Здесь просто планеты напишем. Планеты. Вот здесь знаки. Вот здесь дома. Здесь четыре вида астрологии. Которые мы с вами уже сегодня перечислили. Все арийские. Не берем красную расу, шелтую, черную. Не берем. Только наша белая раса. Мы знаем, что в белой расе четыре рода осталось. Но это не арийцы да арийцы, а это индуцы. И это давайте мы как напишем. Сначала восток. Восточный арий. Северный арий. Западный арий. Южный арий. Ну вот так вот. Восточный арий – это у нас Джиотиш. Это Джиотиш. Северный арий – это у нас Саварожий круг. Западный арий – это, ну, европейская астрология. Я так напишу, потому что там есть люди, которые посвятили жизни, столпы Европы. Европейская астрология, но она в любом случае пришла из Персии. Надо понимать, что западная астрология – это обрезанная зароастрийская. И южный арий – это зароастрийская астрология. Или аристийская астрологическая традиция – южный арий. Ну, давайте. Значит, планет в Джиотиша мы будем использовать только 9 планет. В западной астрологии, в западной астрологии, в европейской мы будем использовать 12 планет. В южной астрологии и аристийской мы будем использовать 16 планет. И в традиции Сварожьего круга мы будем использовать 27 планет. Знаков. Везде будет 12, короче. И только в северной традиции Сварожьего круга знаков у нас будет 16 четверт. И дома – 12, 12, 12, только у нас будет 9. Видите, необычную астрологию мы с вами берем. Не похожие на другие, то есть чем-то похожие, чем-то очень даже, да. А в чем-то это своеобразное. То есть это… Поэтому давайте дома мы брать не будем. А вот по поводу знаков и планет сейчас пойдет речь. Тогда, значит, предлагаю сделать перерыв сейчас небольшой, минут на 5. А. Закрым. Приятного аппетита. У! Вы! Быр. Быр. У! 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 Субтитры создавал DimaTorzok